Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Новый День. Благодарю всех, кто ставит лайки, пишет комментарии, подписывается на YouTube канал и присоединяется к Telegram чату. Ссылочка в описании. Оксана с Юрой выдвинулись в Москву. На поезде едут. Ну и молодцы, правильно, на поезде удобнее, быстрее и безопаснее. Правда ведь, чем на машине. Тем более дороги такие вот не особо хорошие, насколько я поняла, да? Лучше на поезде. И вот Юра рассказывает, говорит, тут на вокзале своя особенная атмосфера, но надо держать на ухо востро, потому как как-то вот очень много лет назад в нулевых у Юры была сумка, в этой сумке были деньги, эту сумку кто-то там на вокзале решил у Юры просто отобрать. Ну практически украсть. Но Юра молодец, Юра вам не дал это сделать. Оксана говорит, ну да, ты был боксом занимался. Ну а сейчас что, больше Юра боксом не хочет заниматься, что ли? Почему нет? Надо продолжать начатое. Надо поддерживать себя в форме. Почему бы и не продолжить заниматься боксом? Вон Оксана на танцы ходит, Юра на бокс. Ну да, было бы здорово с одной стороны. С другой стороны, Оксана целый день дома практически, да? Ну поедет она на работу до 12 дня она там побудет. Ну максимум, да? Ну хорошо до 2 часов дня. Дальше Навальный распоряжется своим временем, как хочет. А вот Юра, да, ему будет немного сложнее, потому как он на работе, на заказах. Но в принципе, если хобби, то для хобби, я думаю, можно найти будет время. Возможно, Юра и возобновит свои занятия боксом. И вот они уже в Москве, на Никольской улице. Оксана говорит, тут есть магазин, называется Новая Заря, мол, надо зайти посмотреть, что у них есть в продаже. Понятное дело, там парфюмерия. И вот Оксана разглядывает всякие разные флакончики с духами, какой-то там эти колонны. В общем, да, Оксана очень долго нам всё это показывает и рассказывает. Такое ощущение, что снимать ей больше действительно нечего. Вышли они наконец-то из парфюмерного. И Оксана говорит, вот надо было бы нам на обратном пути зайти и поесть. Ну да, правильно. Какая прогулка, какая экскурсия, какая вылазка в город может обойтись без того, чтобы вы не поели? Да никакая. Вам обязательно надо поесть. Если вы поели, значит, хорошая была экскурсия, хорошая была прогулка. Если вы не поели, ну, значит, экскурсия не удалась. Говорит Оксана о том, что вот, не полюбили, мол, вьетнамскую еду, только вот тайская еда у них в фаворе. Ну, тайская еда, как выяснится чуть позже, тоже была представлена. Да, и я так понимаю, что Юра и Оксана поели тайской еды своей любимой. Это Оксана показала всё в Инстаграме. Ну, и про это мы тоже, кстати говоря, сегодня поговорим. Увидела Оксана, что продают мороженое. Оксана и говорит, вот, было бы здорово, мол, сейчас поесть мороженое. Да, именно так Оксана и сказала, мороженое. Мороженое, а мороженое. В принципе, точно так же говорит и Лена. Но Юра говорит, нет, нет, Оксана, я боюсь, ты заболеешь. Ну, не надо тебе мороженое есть, не надо. Ну, Оксана смирилась с этим. Да, вот Юра сказала, не надо. Оксана, да, да, конечно, Юра, не надо. Увидела Оксана, что в магазине продают шоколад. Причём достаточно неплохой, дворовой достаточно, да. Но качественный. И говорит, вот так хотелось бы шоколадку. Юра, ты раскошелишься мне на шоколадку? И вот такое ощущение, что Оксана вообще без денег туда поехала. И вот она как ребёночек маленький просит папу своего купить ему что-нибудь. Вот как-то так она себя ведёт. Вообще, вы знаете, вот этот вот такой вот тон Оксаны мне очень напомнил кота из Шрека. Вот эти вот лапки сложные, вот глаза огромные. И вот умоляющие такие вот глаза. Но Юра был неумолим. Шоколад он так и не купил, кстати говоря. Нужно было бы, конечно, в другом магазине найти шоколадку. Понятное дело, тут дорого. Но можно было бы в другом запросто. Тем более Юра боится, что Оксана заболеет в этом мороженое и не покупает. Ну, хоть что-то можно купить. Ну, забегая вперёд, могу сказать, что в итоге Юра предложил Оксане шоколадку. А Оксана согласилась. Да, наверное, Юра ожидал, что Оксана не согласится. Но вот незадача. Согласилась. Пришлось покупать из кема. Ну, говорит Оксана, человек, натура слабая. Юра предложил, я согласилась. Ну, как-то так. И оказывается, когда в детстве родители брали их с собой в Москву. Думаю, интересно, Лена вроде как не рассказывала про эти поездки в Москву. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Было такое? Нет? Может быть, я что-то пропустила. Но Оксана утверждает, что вот в детстве они с родителями ездили в Москву и обязательно заходили в ГУМ и ели это самое эскимо. И вот воспоминания из детства, мол, Москва у неё тесно связана с эскимо. ГУМ с эскимо. Ну, как-то так. И, кстати говоря, это эскимо Оксана держит очень интересно. Не за палочку держит, а за само мороженое. Да, она его не до конца раскрыла, но тем не менее. От тепла рук даже через бумагу может просто растаять. Но Оксана, видимо, этого не понимает. Я ещё такого не видела, чтобы так держали эскимо. Обычно за палочку держат, но Оксана, видите, даже эскимо не может держать нормально. Что-то вот не то с сёстрами, но на самом деле. Хоть что-то, но должны сделать не так. Хотя, возможно, я не права. А, возможно, действительно, многие держат вот так вот эскимо. Прям за само мороженое, а не за палочку. Не знаю. Напишите в комментариях. Много вы видели людей, которые держат эскимо именно подобным образом? Зашли в магазин. Рассматривают всякие разные товары. В том числе там и икра продавалась. Вот Оксана взяла в руки баночку икры. Нет, она просто вот смотрит на эту баночку икры. Говорит, ой, тяжёлая такая наверняка. Стоит 82 тысячи баночка икры. Но только богатые иностранцы могут себе такое позволить. Ну, почему, Оксана? Вы тоже себе такое можете позволить. В принципе-то, да. Если вы будете меньше разъезжать по Таиландам и по Грузиям и по Турциям, то да, почему бы и нет. Вы тоже себе смогли бы с лёгкостью такую баночку икры позволить. Вот, но Оксана говорит, нет, можно было бы купить хорошие серёжки на эту сумму. Да, это всё, я так понимаю, с дальним прицелом Оксана говорит. Почему? Потому как Юра рядом. Юра никак Оксане не купит серёжки. Вот сколько Оксана не просила. Ещё перед их отъездом в Таиландам, помните, Оксана говорила, вот тут хотя бы с Кристаллом Сваровских Юра, может быть, мне купит когда-нибудь серёжки. Потом уже где-то в Таиландам, что ли, она видела серёжки. Потом уже по прилёту в Россию тоже видела подобные серёжки. Но, по-моему, с бриллиантами, если я не ошибаюсь. И цена, да, была достаточно высокой. И вот каждый раз, при каждом удобном случае, Оксана тычет Юру в эти самые серёжки. Но Юра, я смотрю, не торопится раскошеливаться, как выразилась Оксана, и приобретать ей эти самые серёжки. Может быть, он хочет ей сразу комплектом, так сказать, подарить, да, ансамблем. И серёжки, и колечко золотое, но Бог его знает. Может быть, Юра свои матримониальные планы, мы просто об этом не знаем. Может быть, он хочет нас ещё удивить. Ну, и в первую очередь, конечно же, Оксану хочет удивить. Посмотрим. Ну, и, конечно, куда Юра без тарелочек, да никуда. Вот Юра главная по тарелочкам, но лучше не сказать. Вот, зашли Юра с Оксаной в магазин, где подавалась коллекционная посуда. И вот ходят, рассматривают тарелочки, чашечки, чайнички, ну и так далее. И вот Оксана заявляет, вот эта тарелка стоит 2 890. Оксана, может быть, 2 890? Потому как речь идёт о тысячах. 2 тысячи? Тысяча – это она, поэтому 2, а не 2. Ну, не знаю я, почему Оксана решила, что тысяча – это он. Хотя у Оксаны очень часто вот подобные ошибки, да, в речи. Где мужской род, где женский? Для Оксаны, в принципе, вообще никакого значения это не имеет. Оксана говорит, лишь бы сказать. Уже говорит, как говорит. В этом влоге она хотя бы не называла себя в третьем лиценте учила. Она не говорила, Оксана хочет шоколадку или Оксана хочет мороженое. Нет, этого не было. Хотя бы так. А то, видимо, Оксана и такое может выдать. Ну, а что касается коллекционных тарелочек, которые приглянулись Юре, они, конечно, были совсем не дешёвые. 35 тысяч, 8 тысяч, 13 тысяч. Конечно, цены, да, не особо такие демократичные, будем говорить. Но, тем не менее. Тем не менее, я так думаю, что Юра купит себе пару-тройку тарелочек. Ну, а Оксана в очередной раз останется без серёжек. Хотя, кто его знает, возможно, Юра купит и тарелочку себе, и серёжки Оксане. Ну, а пока Юра этого не сделал, не приобрёл он серёжки Оксане, точнее, серги, как выражается Оксана, да. Пошли они заедать горе, так сказать, в какую-то хинкальную. Купили они там себе хинкали с баранины, как выразился Оксана, да. И хачапури по-аджарски. И вот Оксана отвела душу, да, поела. Но говорит, что теперь вечером они не едят после шести, по-моему, да. Да, и сладкое они стараются не есть, что-то вроде того. В общем, решили, наверное, сесть на диету, да. К весне решили сбросить пару-тройку лишних килограммов. Ну, что ж, похвально. Хотя, в принципе, как мне кажется, если бы Лена не зайкнулась бы о том, что она после семи часов вечера теперь вот не ест, вряд ли бы Оксана, но и Юра вслед за ней подумали бы о том, что им тоже надо сесть на диету. Хотя Юра не из тех, кто будет такого-то смотреть. Скорее всего, Оксана решила не есть после определенного часа, да. То ли после шести, то ли после семи, как Лена, да. Почему бы и нет. Ну, а Юра, ну, Юра как Юра. Захочет поесть, не захочет, не поесть. Но вот Оксана, да, она все повторяет вслед за Леной. И вот просто интересно, Оксана придет со своей тренировки, да, со своих танцев, ну, неужели она не будет хотеть есть? Мне кажется, будет хотеть есть. Почему бы и нет? Она там потратит энергию, правильно, калории какие-то потратит. Придет домой, ей очень захочется есть. А Лена, да, она особо не переутруждается. А Оксана, ну, не знаю, стоит ли прям так слепо следовать за Леной. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, возможно, Оксана только это все нам говорит. А что да как она там делает, она, наверное, не показывает. Возможно, и будет есть вечером после шести, ну, или после семи. Кто его знает. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала Новый день. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.